Привет, друзья, с вами Ваймс, и сегодня я расскажу вам, в чём суть игры Psycho Starship Rampage. Я в третий раз уже пытаюсь записать это видео, но, в общем, всякая фигня случается. Я об этом немножко подробнее попозже расскажу. В общем, Psycho Starship Rampage — это шмап, Роуглайт шмап от студии Ballistic Frogs. Теперь я буду минут пять объяснять, что такое Роуглайт и что такое шмап. Если вы уже знаете или вам неинтересно, то где-то на экране должна быть, если не забыл её поставить, аннотация, пропустить это всё. В общем, Роуглайт — это не совсем роуглайк. Роуглайк — это более-менее такой чётко заданный жанр. Это в каком-то смысле клоны игры Роуг, и они представляют из себя пошаговые игры с процедурной генерацией мира, с пермосмертью и с какими-то конкретными, в общем-то, вещами, которые там должны быть. Как примеры, Doom RL, Adam, Tome, Dungeon Crawl — это всё Роуглайки настоящие. То, что имеет некоторые элементы Роуглайков, но при этом не имеет других элементов, как бы называть Роуглайками не совсем правильно, поэтому я использую термин «Роуглайт», я его придумал, в интернете кто-то другой его придумал, я не знаю, кто именно. В общем, достаточно популярный термин. Или можно называть их там играми с Роуглайк-элементами, Роуглайк-лайки, в общем, куча всяких вариаций, но Роуглайт, по-моему, самое простое и понятное. Теперь перейдём к шмапам. Что такое шмап? Это жанр. Шутэмап. Смысл в чём этого жанра? У вас есть экран, по экрану либо снизу вверх, либо слева направо летит что-то, чем вы, собственно, управляете. Это какой-нибудь там обычный, не знаю, космический корабль, самолёт, вертолёт, подводная лодка, анимешная девочка-волшебница, в общем, разные варианты есть. И вы этим чем-то управляете, вы можете перемещать это что-то в пределах экрана, стрелять, и вам нужно уворачиваться от всего, что в вас летит, убивать врагов. В общем, там, с противоважной стороны летят толпы врагов, стреляют по вам, вы от всего уворачиваетесь и убиваете их. Шмапы как бы подразделяются на два жанра. Это просто классические шмапы, и это Дан Маку, Буллит Хеллы. Дан Маку эти самые, они чем отличаются? В них обычно у вас очень маленький хитбокс, меньше, чем визуальный ваш персонаж или что-то. Обычно один пиксель или около того. Вы обычно умираетесь на попадании, и все в основном заточено на то, чтобы уворачиваться от всего. То есть вы просто там зажимаете кнопку атаки и пытаетесь от всего увернуться. И, собственно, в вас летит куча всяких выстрелов, всякими интересными разными паттернами, от них сложно уворачиваться, но от них нужно уворачиваться. Классические шмапы, обычно у вас есть какой-то хелсбар. Часто у вас нет возможности просто зажать атаку и непрерывно стрелять, там либо ваше оружие перегревается, либо там какой-то запас энергии есть. Иногда у вас есть несколько видов оружия сразу, с разными кнопками, чтобы ими стрелять. В общем, стандартные классические шмапы это немножко другое. Хитбокс у вас, естественно, не такой маленький, и увернуться от всего обычно не получается просто. И в данном случае Psycho Starge Prampage это именно что классический шмап. И вообще из всего жанра шмапов, что тех, что других, мне по сути нравятся только две игры. Я в не очень большое количество их играл, конечно, но из того, что я играл, мне понравились два шмапа. Это Тириан, очень старый, 90-х какого-то там еще года. И это Jets and Guns, немножко менее старый, 2004-го или 2003-го, где-то там. Чем они так выделяются из всего остального, что они мне понравились, а остальные не очень. В обоих этих играх есть прогрессия между уровнями, то есть на уровнях вы зарабатываете деньги, и потом вы апгрейдите свой корабль, покупаете новые пушки и все там подобное. И это, наверное, основное. Эта прогрессия там достаточно неплохо сделана и там, и там. Ну и кроме этого, в обоих этих играх очень классная музыка, в обоих этих играх достаточно хорошая графика и визуальный стиль для того времени, естественно. То есть сейчас Тириан 90-х какого-то там года, графика довольно плохая, но на тот момент оно все выглядело очень даже красиво. Ну и, в общем-то, да. Также по какому-то случайному совпадению в обоих этих играх, насколько я помню, достаточно наркоманский сюжет, но это не та причина, по которой они мне нравятся. Ну и давайте разбираться, что из себя эта игра представляет. Psycho Starship Rempage. Сейчас посмотрим, как оно работает, и потом я выскажу свое мнение. Для начала настройки. В настройках все довольно просто, не очень много всего, но очень много всего здесь и не должно быть, потому что игра спрайтовая, двухмерная, так что в большей части настроек видео здесь и не должно быть. Так что здесь все окей. Разрешение, fullscreen, вертикальная синхронизация, язык между английским и французским можно выбрать. Но язык здесь не особенно важен. Ну и звук. Настроек управления здесь нет, но вообще в игре управление перенастраивается. Я попозже подробнее покажу, как это делается в игре уже. Кроме этого, в головном меню есть всякие ачивки-анлоки, которые, собственно, ачивки-анлоки. Они открываются только в сурвайвале, насколько я понял. По крайней мере, я многое из этого делал, но ничего у меня не открылось. То есть там, не знаю, 100 астероидов. Ну я больше 4 взорвал за то, сколько я играю в компанию. Ну и, в общем-то, есть сурвайвл, есть компания. Сурвайвл достаточно понятно, просто уровень один за другим бесконечный, насколько далеко вы зайдете. Компания немножко по-другому выглядит. Я сейчас загружусь. Я сейчас сразу же пропущу вот это вот все. С этим я чуть попозже буду разбираться. И вот так вот выглядит основной, как бы, карта компании, скажем так. Это должно напоминать FTL, и это, собственно, и работает похоже на FTL. То есть я начинаю где-то в левом нижнем углу, мне нужно добраться до земли в правом верхнем углу. И постепенно за мной система захватывает какой-то флот. И если он меня догонит, то будет нехорошо. Наверное, не знаю, он меня еще ни разу не догонял. Я сейчас здесь, и отсюда я могу лететь там в 5 разных точек. Над некоторыми точками написано, что я там могу получить. Скажем, здесь, если я пройду этот уровень, я получу себе Discharging Quasher Cannon. Вазерную пушку. Если я пройду этот уровень, я... Нет, нет, это вот тут чуть ниже и правее. Пульсиметр какой-то получу. Остальные я не знаю, что я там получу. Я, скорее всего, что-то все равно получу за их прохождение. Но что конкретно, не ясно, пока я не пройду. Ну и, собственно, давайте я один из них запущу, и сразу будем разбираться. На них также написано, насколько они сложные. То есть там здесь Hard, здесь Easy, здесь Easy. Я, пожалуй, пойду на Easy. Почему нет? Итак, так вот оно примерно выглядит. Вот мой корабль, у меня есть щит, у меня есть пушки. Справа, снизу, у меня есть полоска энергии, которая тратится от того, что я стреляю. И когда она полностью потратится, я стрелять немножко перестану. Так что мне нужно за этим следить. Слева, снизу, ну, левее полоски энергии, есть полоска щита. Он тратится, когда у меня попадают, но он блочит только энергетическое оружие вроде бы. И еще левее есть мой корпус, который разделен на всякие там куски, которые отдельно получают урон. Ну, и, собственно, я лечу и убиваю все вокруг. И когда я это все убиваю, из него падают разные вещи. Вот такой вот всякий мусор, скраб, это местные деньги, как бы. То есть на него я покупаю себе улучшения. И там разное новое оружие, улучшение корабля, в общем. Всякую фигню я на него покупаю. Зеленые шестиугольники, это, по сути, аптечки. Они восстанавливают мне корпус частично. Плюс он сам регенит. Вот эта вот фиговина теперь мне даст информацию, где что-то я могу открыть на карте. То есть это я такие вот фиговины собирал, и после этого мне стало показывать, что там я открою какой-то там пульсимитер, где-то там еще какую-нибудь лазерную пушку, или еще что-нибудь подобное. Ну и, в общем-то, я летаю и уворачиваюсь от всего. Летаю я с клавиатуры, и, наверное, основной... Основная моя претензия к управлению, это тот факт, что нельзя играть с помощью мыши. Можно играть геймпадом, можно играть клавиатурой. Мышью как-то, по-моему, было бы поудобнее, но, увы, нельзя. Графически все довольно просто выглядит, то есть достаточно такой... Ну, достаточно базовый стиль, простенький. Но при этом все достаточно понятно. То есть враги ярко-красные, если что-то не ярко-красное, то это не враг. Правда, проблема с астероидами, со всякими. То есть вот эти вот все куски, они не ярко-красные, но все равно они меня дамажат, и они часто сливаются с фоном. То есть вот этот вот огромный красный астероид, огромный не красный, а просто белый астероид, который был справа, это был именно астероид, я мог бы в него врезаться и получить урон. То есть местами всякие вот такие вот космические мусоры, астероиды сливаются с фоном, и это неприятно. Также, кстати, враги при смерти, они не всегда умирают То есть, они не всегда уничтожают Вот сейчас корабль стал просто белым, когда я его уничтожил Он как бы считается уничтоженным, но он все еще остается кораблем И я могу в него врезаться и получить урон Или враги могут в него врезаться и получить урон Ну и, собственно, как-то так То есть, да, оно все очень просто выглядит и не очень красиво И если бы оно выглядело там, если бы эти все спрайты были более, ну, скажем, менее черно-белыми Какими-то схематическими просто непонятными изображениями чего-то То это было бы, наверное, получше Но все-таки так оно вполне работает В конце каждого уровня, естественно, босс В данном случае это вот такая вот фиговина Боссы, как бы игра с роглайт-элементами, как я сказал уже И боссы, они тоже как бы частично процедурно генерируются Но у них не процедурно генерируется искусственный интеллект То есть там есть несколько вариантов того, что они делают То есть вот этот крутится повсюду и стреляет во все стороны И у него может быть немножко другое вооружение У него может быть там еще что-нибудь Но он все равно будет именно так себя вести И наверху там заполнялась провозка босс-рейдж Чем она сильнее заполняется То есть чем дольше я сражаюсь с боссом, тем быстрее он становится То есть если я слишком медленно его убиваю, то мне становится важнее И миссия пройдена Вот такие вот коробочки Там были на этой миссии, попадались иногда кубы такие Это лут Они мне дадут какое-то новое оружие или еще что-нибудь И собственно что я получил Из одной коробки я получил энергощит Или ремонтных ботов улучшения Я что-нибудь одного могу выбрать Почему бы не ремонтных ботов И второй это генератор энергии И тоже ремонтные боты И это более крутой вариант Эпик Фиолетовый сундук был Генератор это хорошо И собственно Теперь я с этим экраном буду разбираться Тут есть construction mode наверху F1 Если я нажму F1, то Это выглядит примерно вот так Это мой корабль И я могу с ним что-то сделать Я могу выбрать каждую секцию Я могу с ней что-нибудь У нее что-нибудь повесить Из нее что-нибудь вытащить И так далее В данном случае все модификации Все вещи которые у меня есть Это всякие аккумуляторы энергии Генераторы энергии Двигатели Генераторы щита Ремонтные боты эти самые Оружие разных видов Ну и в последней вкладке В первой вкладке То что я за этот уровень получил Ну для начала я думаю Я посмотрю что я могу сделать с генераторами Я нашел какие-то более крутые Но они Что делают Они меньше энергии Производят Но больше Как бы У них больше емкость аккумулятора Но они меньше Восстанавливают Так что я думаю Я не буду Ими пользоваться Также новые ремонтные боты Хуже моих Медленнее чинят Сильно медленнее чинят К чему бы это У меня они более Да у меня они на уровне выше просто Ну и вот оно все Мое вооружение И что я могу Со своим кораблем сделать Я могу не просто Поменять им вооружение Я могу поменять сам корабль Я могу там Донавесить какие-то секции Куда-нибудь То есть я могу там Не знаю Такую какую-нибудь фигню сделать Такой блок сюда повесить И поставить в эти блоки Что-нибудь еще Там скажем Сделать из этого Ракетную установку Это конечно Очень по-наркомански Выглядит Но все-таки То есть вот у меня Теперь три ракетных установки Здесь И если я выйду из этого режима То вот они стреляют Их очень легко будет оторвать И Это Делает У ворот Немножко сложнее От всего Потому что у меня Из корабля торчит Огромная хрень С ракетными установками Но все-таки Я могу вообще все удалить И сделать свой корабль Заново Сделать его чем-то другим Я не буду это делать Потому что мне нравится Что у меня сейчас С кораблем творится Но я могу например Что-нибудь Понапридумывать с оружием Я могу например Вазерную пушку поставить Она не очень эффективна Ну мне она показалась Не очень эффективной Но все-таки Но все-таки можно посмотреть Я могу поставить сюда И что я теперь с ней могу сделать Я могу поставить кнопку На которую она будет стрелять То есть если я захочу Я могу сделать Чтобы она стреляла на кнопку I И она будет стрелять на кнопку I Или я могу сделать Кнопку S Или любую другую кнопку То есть управление Как бы оно в настройках Не перенастраивается Но оно перенастраивается В игре Как угодно Я могу на двигатель То же самое Я могу зайти Перенастраивать управление И поставить вместо стрелок Что-нибудь еще Опять же Мышка Не участвует И это основной минус Можно на геймпад это все настроить Ну и все, что я устанавливаю, оно стоит этот скраб Кроме того, что я могу устанавливать всякие вещи на свой корабль Я могу их также апгрейдить Если я сниму отсюда этот лазер, я могу открыть меню эквипа Я могу потрогать этот лазер и нажать Improve Blueprint И тогда я могу в этот лазер засунуть еще два каких-то куска, которые я не использую Например, вот эти вот ракетницы второго и девятого, скажем, уровня И получить более крутой лазер На уровне высшей, и иногда у него появляются какие-то особые статы Я этого сейчас делать не буду Но если я посмотрю, например, на свою плазменную пушку У нее минус 5% затраты энергии То есть она тратит на 5% меньше энергии на выстрел Если я эту плазменную пушку буду склеивать с чем-то еще, чтобы сделать что-то более крутое То я там смогу выбрать, какие мне модификации сохранить из нескольких То есть я смогу там сделать минус 5 затрат энергии Я могу там еще что-нибудь сделать То есть, допустим, если я захочу ракетницу вот эту вот улучшить, я сейчас что-нибудь смогу с этим сделать Вот у меня есть компактная ракетница Она меньше места занимает, но дороже стоит И вот у меня есть персище ракетница Минус урон, но плюс скорость проектиров и дороже стоит И я могу выбрать, я могу оба оставить модификатора Я могу только один оставить Или я могу вообще никаких не брать Я думаю, мне нужна компактная ракетница Потому что, да, она чуть дороже, но ее можно всовывать в меньшие куски корабля И вот у меня получилась ракетница 18 уровня Она там Имеет какой-то приличный ДПС Она занимает всего лишь единичку Размер у нее, сайз 1 Соответственно, я ее могу всунуть Абсолютно куда угодно практически Тут только вот такие вот бывают блоки по 0.5 В них я ее не смогу всунуть, к сожалению Но в остальном я могу сделать одиночный такой блок И всунуть в него ракетницу Или я могу ее всунуть вот в эти вот угловые блоки И вот в эти вот угловые блоки Эквип Ракетница Мне хватит вообще денег на это Да, должно Да И я поставлю ее на, допустим Ну туда же на Х, куда у меня и все остальное И на пробел И также вы видите, здесь есть вращение Я могу поворачивать свои пушки Слегка То есть вот я стреляю Я могу нажать А И стрелять вот сюда Дальше я ее повернуть не могу То есть это максимальный угол поворота Этому очень не хватает кнопки выровнять их обратно на центр Потому что руками их выравнивать обратно на центр не всегда удобно Если бы была такая кнопка, я бы, наверное, этим пользовался немножко чаще Но да, можно их так выровнять Так, ну и теперь я все-таки поставлю сюда этот вазер Заменить И он там стоит на S Да, он стоит на S Лазер я не ставлю на ту же кнопку Потому что лазер жрет мою энергию очень быстро Но он вот так вот работает, собственно, лазер Он и есть лазер Он сначала какое-то время заряжается И потом больно, наверное, дамажит Я не знаю, я в бою его не пробовал Также, я думаю, мне нужно немножко больше генераторов энергии Так что я сделаю следующее Я возьму и удалю все вот эти вот Двойные блоки Вместо этого я скопирую вот этот генератор и поставлю его Вот сюда вот парочку И парочку просто Тройных блоков В общем, таким образом я с кораблем могу что угодно практически делать Я могу его перестроить как мне хочется А щиты тоже Щит он покрывает Круг вокруг себя То есть задняя часть корабля у меня сейчас не покрыта щитом Мне вот эти вот задние блоки могут спокойно вынести Но, с другой стороны, эти задние блоки абсолютно ничего не делают Я их могу и сам удалить Они просто служат какой-то броней Но ничего особенно полезного они не делают Хотя я могу сюда повесить Всякие плазменные пушки И что сделать? Да, и Я могу их поставить на какую-нибудь другую кнопку Я могу их направить назад, например И это, кстати, является довольно хорошим планом Если у меня есть Под них Место Я могу их развернуть Я могу это делать Наверное, как-то Да, как-то вот так вот быстрее и проще Упс То есть так пейдж-даун их крутит И пейдж-ап Я могу их, по-моему, крутить Да, вот так вот просто Нет, это крутит сам блок Но оставляет пушку Там же, куда она и так направлена Окей То есть теперь у меня есть Три пушки, которые стреляют по другой кнопке И в другую сторону То есть теперь я могу стрелять назад, если захочу Или я могу стрелять вперед Потому что сзади иногда налетает всякая ересь И хочется ее убивать А нечем Ну, в общем, с кораблем я много что могу сделать Такая похожая система была в другой игре недавней Эта игра называлась Reassembly Я по ней ничего не делал Но я немножко в нее поиграл Но там, собственно, игра была Немножко другой по жанру Но там была очень похожая система Конструкции корабля Из вот таких вот кусков Основная проблема здесь в том, что Интерфейс этой постройки корабля Не очень удобен Ну, кстати, сюда я не могу Лазеры всунуть Точнее, плазменные пушки Нет, сюда я ничего не могу всунуть В основном, потому что у меня денег не хватает Так бы я ракетницы мог всунуть Но денег нет Увы В общем, давайте попробуем Что-нибудь с этим кораблем сделать В общем, в Reassembly Там была похожая система Но сама игра была Немножко другой по смыслу И, в общем-то Здесь мне эта система Нравится намного больше Просто потому что Жанр мне немножко ближе Чем что-то непонятное Стратегическое Непонятное Ну ладно, я думаю Я хочу слетать за пульс-эмиттером И здесь вот астероидное какое-то поле Лазер Как-то он не очень Может быть, если их много повесить Но они энергию так жрут Что их много повесить Не особенно получится А какие у игры есть минусы? Что мне в ней не нравится? Мне в ней не нравится Помимо того, что Все достаточно однообразно выглядит Это, конечно, небольшой минус Но это не так критично Мне не нравится Некоторое однообразие оружия Потому что пока что Плазменные пушки Вот эти вот Это практически единственное Что можно использовать постоянно Потому что ракеты летят медленно И не часто стреляют И вообще они неудобны в этом плане Лазер долго заряжается И жрет кучу энергии Он как основное оружие Не очень хорошо работает Так что получается Что в качестве основного оружия Ничего кроме Плазменных пушек Пока что использовать Никакого смысла не было Если сравнить с теми же Джетсон Ганн с Итирианом Там было очень много оружия Именно в качестве основного оружия То есть там Не было такой фигни Что вы всю игру бегали С одним и тем же пулеметом Плюс какими-то дополнительными фишками Здесь это выглядит так Как будто мне именно придется Всю игру бегать С этим плазменным пулеметом Ну летать Не бегать Хотя возможно я ошибаюсь Я просто не так много оружия видел Потому что опять же Тоже Такого же была на проблема Почти все что я сейчас находил Это были плазменные пушки Именно То есть я У меня что есть из видов оружия У меня есть плазменные пушки У меня есть вот этот вот лазер Который я очень недавно себе получил И у меня есть ракеты И у меня есть какой-то там Как она называется Какая-то еще там пушка Которая Не пушка на самом деле Она просто отталкивает все от меня И она Довольно бесполезна Потому что она собственно Не дамажит И занимает очень много места на корабле Так что С разными видами оружия Здесь немножко Есть проблемы С разнообразием этих видов оружия Но тем не менее Идея очень интересная Как бы Просто если бы здесь было Много разных видов оружия Если бы здесь было больше видов оружия То оно возможно было бы Немножко интереснее И веселее Хотя так оно все равно Играется довольно таки весело Но опять же Не хватает Большего разнообразия в оружии Не хватает Графического исполнения Более какого-нибудь приятного Ну стиля скорее И также боссы Опять же Искусственный интеллект у них Почти всегда одинаковый Я видел наверное Трех или четырех разных боссов В том плане Что именно Как они себя ведут То есть да У них немножко там Разное оружие Они немножко по-разному выглядят Но скажем Это будет какой-то будет лазерный Он будет вращаться И он будет иногда там стрелять Конкретно в меня Иногда он будет стрелять Просто куда-то Вот он снова крутится То есть я босса с такими лазерами Который вот так вот Вращается И все Я его убивал наверное Уже раз десять Просто у него там был раньше У него было по одному лазеру С каждой стороны А не по два Как он быстро кончился И плюс у него там Возможно была какая-нибудь пушка Который еще там В сторону стреляет Чем-то Или еще что-нибудь подобное Так Пульс-эмитр Что это такое Сейчас посмотрим Может быть это как раз Мое новое интересное оружие Вот шоквейв генератор Это вторая Какая она Допустим лазер Допустим Ремонтные боты Компактная плазменная пушка Низкого качества Или Энергощит Наверное энергощит Экстенд это Больше в радиус Компактная Это меньше Занимает слотов Итак Что я там нашел Я там нашел Пульс-эмитр Он занимает Четыре слота То есть это большая пушка И он Не является оружием Он именно Опять же Как и Шоквейв пушка Он отталкивает все Но он не дамажит все Ну хотя бы Посмотреть как он работает Какой из них лучше Этот дешевле Жрет больше энергии А нет Этот жрет меньше энергии Дешевле Быстрее Кулдаун Больше Короче По всему Кроме дальности Круче Заменить Да Совсем так себе Я конечно Могу сейчас В качестве основного оружия Попробовать использовать ракеты И заменить все Что у меня есть ракетами Но это по сути единственное Что я могу сделать Своим основным оружием Потому что лазер будет Очень плохо работать Как основное оружие И эти две фиговины Они вообще ничего Не делают как оружие Они отталкивают все Но не дамажат Ну и ракеты Это тот же самый лазер Просто они медленнее летят И Там больнее дамажат И Дольше у них пауза Между стрельбой То есть почему здесь нет Всяких там Мелких самонаводящихся ракет Пачками Почему здесь нет Каких-нибудь там Пулеметов Слабее лазеров На скорострельни Непрерывных лучей Которые Наносили бы Ну то есть Непрерывные лучи Тут есть В виде вот этой вот фиговины Которая у меня здесь До этого стояла Но она какая-то Совсем Совсем неэффективная Потому что Она жрет сотни энергии И Ничего особенно хорошего Не делает Там Не знаю Каких-нибудь Дронов мелких Которые вокруг меня Будут летать И стрелять По всему Этого всего здесь нет Ну я попробую С ракетами Что-нибудь сделать Но опять же Я не все оружие видел То есть Я не видел Торпедных установок Я не видел Мин вот этих Вот Но я подозреваю Что они Не будут чем-то Особенно Особенно Интересным И отличающимся От От того Что как бы Следует из их названия В общем не знаю Мне кажется В других играх Этого жанра Есть намного больше Разнообразия В плане оружия И это Возможно Делает их лучше По крайней мере Того оружия Которое можно Использовать Как основное Тут конечно Есть некоторые нюансы Скажем Ракеты Они Практически Игнорируют Вражеские щиты В то время Как лазером По щитам Стрелять не очень Эффективно И по-моему Ракеты Есть сплэш Маленький У торпед Я знаю Есть сплэш Потому что По мне Стрелять Торпедами Но сам Я их еще Не получил Упс Окей Ракета Как ни странно Тратит довольно-таки Дофига энергии Ну в общем Есть в этом По-моему Недостатки Конечно Но Несмотря на это Игра мне нравится Оно В общем-то Достаточно Приятно Так играется Может быть Потом Добавят Чего-нибудь Еще Не знаю Если добавят То будет Очень хорошо То есть Если там Больше видов Оружия Больше Видов Врагов Возможно Потому что У врагов Тоже С видами Оружия Немножко Напряжно У них Там есть Эти их Плазменные Пушки Эти их Непрерывные Лазеры Те же Самые Что и у Меня И Ракеты Те же Самые Что и у Меня И По сути Все Когда Речь Об Об Обычных Врагах Ну и Плюс Некоторые Враги Просто Пытаются Меня Протаранить Это Тоже У них Есть В общем Разнообразия Немножко Не хватает Ну Опять же Не то Что Не хватает Оно Нормальное Но Если Было Разнообразнее В плане Врагов Оружия И Все Там Было Намного Лучше А теперь К тому Что Я Это Видео Записываю Не с Первого Раза Первый Раз Когда Я Пытался Записывать У меня Просто Какие-то Тормоза Возникли По-моему Скайп В этом Виноват По крайней мере Я его Выключил Все Прошло Но Во второй Раз Когда Я Начал Записывать Я Встретил Какой-то Совершенно Наркоманский Баг У меня Боссы Стали Просто Неубиваем То Я Записывал Видео Дошел До Босса И Я По Боссу Стрелял Минут 15 И Он Просто Отказывался Умирать Он Получал Урон То есть Из него Вылетали Цифры Урона Но При этом Он Не умирал Вообще Никак И Это Какой-то Совершенно Странный Баг И Вылечился Он Только Перезоходом В игру Это Был Босс Того же Уровня С Сейчас Я Покажу Примерно Что Это Такое Как Оно Работает Кстати Потому Что Я Слишком Быстро Убиваю Боссов В общем Наверху Босс Рейдж Написано И Там Заполняется Такая Полоска Чем Она Больше Тем Босс Быстрее Становится Вот Опять Тот же Самый Босс По сути Тот же Самый Босс И Постепенно Эта Полоска Заполняется И Там Она Заполнилась Совсем До Конца Весь Экран Был Заполнен Этой Полоской И Босса Я Так и Не Убил Сейчас Она Как-то Вообще Не Заполняется Возможно Потому Что Я Ну И В общем То Я По Боссу Стрелял Минут 15 И Вообще Ноль Реакции Не Знаю С чем Связан Этот Баг Я Перезашел В игру Все Вроде Как Вылечилось Возможно С альтабами Он Связан Но Опять же Воспроизвести Мне его Так Прям Сразу Не Удалось Ну В общем То Да Я Проиграл И При Смерти Вы Не Проигрываете Тут Нет Пермасмерти Вас просто Кидает В ту Систему Из Которую Вы Прилетели Но Флот Который За вами Гонится Он Продвигается На один Ход За это Так Что Наверное Если Меня Догонят То Я Проиграю Я Не Пробовал Меня Ни разу Не Догоняли Но Я Не могу Полететь Туда Где Где Будет Флот Так Что Наверное Это Автоматический Проигрыш Когда Он Меня Догоняет Не Уверен Ну Да Ладно В общем Пермасмерти Нет Это Тоже Довольно Интересная Деталь И Также Если Я Начну Сейчас Какую То Я Могу Отсюда Выйти То Допустим Я начал И Мне Здесь Не Нравится Меня Здесь Убивают Я Могу Выйти Без Сохранения И Просто Попасть Опять На Предыдущий На Предыдущую Точку Где Я Был Тоже Довольно Интересно Ну И В общем То Как То Так Кроме Этого Здесь Есть Сюрвайвл Но Он Достаточно Понятен То Просто Миссия За Миссией Между Ними Вам Позволяют Обгрейдиться Но Вам Не Позволяют Выбирать Куда Лететь И Также Здесь По Дефолту У вас Нет Ремонтных Ботов Хотя Возможно Я их Уже Открыл Да У меня Открыты Ремонтные Боты Но Мне Их Некуда Засовывать Сейчас Ну Я могу Найти Куда Их Засовывать Могу Удалить Вот Это Поставить Вот Это Засунуть Сюда Да Ремонтных Ботов В общем Да Интерфейс Вот этот Мне не нравится Он Мне кажется Совершенно Неудобным По крайней Мере Для Клавиатуры Мыш С Геймпадом Намного Удобнее Получается Но Мне Не нравится Летать С Ну И В общем То Да Интерфейс Не очень Удобен Но Он Работает Просто Он Не очень Удобен Кейв Тоже Маловато И Просто Там Докопаться До Какой Менюшки Где Где Там Не знаю Поменять Пушку На Какую Другую Пушку Не Всегда Удобно Ну А так Игра Мне Нравится Стоит Она В стиме 249 Рублей Ну И Собственно Ничего Там Кроме Самой Игры Нет То есть Саундтрек Никакой Отдельно Купить Нельзя Хотя Он Достаточно Неплохой Возможно Он Вместе С игрой Идет Возможно И вообще Купить Нельзя И Никаких DLC Пока Что Нет И Ничего Пока Что Нет Ну И В общем То Я Не знаю Что Еще Я могу Сказать Об Эта Игря Наверное Практически Ничего Мне В целом Нравится Но Есть Минусы Управление мышкой Очень Не хватает Тоже Склавиатура Как-то Оно Склавиатура Слишком Аналога Потому Что У меня Только Четыре Направления Есть С Геймпада Просто Мне Неудобно Играть Мышка Была бы Идеальна Но Опять Же Нет Я Не Помню Кстати Была Ли Возможность Играть Смышки В Джетсен Ганс Я Помню Что В Тириан Была Возможность Играть Смышки Потому Что Я Только Так Играл Но В Джетсен Ганс Я Не Помню Может И Не Было В В общем Сурвайвал Достаточно Понятен Я Думаю То То Когда Я Пройду Этот Уровень Мне Дадут Какой Лут Пока Пока Меня Кто Не Убьет Мне Так Летать Сурвайвал Он На то И Сурвайвал Так Что Да Это Практически Все Что Есть В Несколько Человек Одним Кораблем То Один Управляет Кораблем Другой Управляет Пушками Направляет Их И Стреляет Из них И Все Подобное Оно Даже Как бы Если у вас Подключен И геймпад И клавиатура То он Будет Предлагать Первый Игрок Выбери Мод Потом Второй Игрок После Завершения Ящики Которые Выпадают Из врагов Ну И которые После миссии В общем Даются Но Не знаю Насколько Эффективно Это будет Работать И не знаю Зачем Это Вообще Так Ну Как бы Понятно Зачем Это Нужно Но Как Отдельный Такой Режим Это По-моему Немножко Наркоманская Идея Нормального Мультиплеера Здесь Никакого Нет Ну Пауэрапы Скорость Пауэрапы В компании Нужно Открывать Сначала То есть Нужно Куда-то Прилететь Чтобы эти Пауэрапы Начали Дропаться То есть Там тоже Есть Пауэрап На скорость Пауэрап На дамаг По-моему На невидимость Я просто Их ни один Не открыл Ну И в общем То все Такая вот игра Cycle Space и Prampage 249 рублей В стиме Мне вполне Понравил Хотя Минусы Есть Ну И на этом Тогда все Надеюсь Вам понравилось Это видео Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока